Библейский портал экзегет.ру представляет Вторая глава четвертой книги царей или в старых переводах царств для библейского портала экзегет мой перевод с небольшими комментариями. Итак, в первой главе описана смерть Ахазии, израильского царя, и в этой истории играет существенную роль пророк Илья, которая предсказывает ему, поскольку ты, Ахазия, обращаешься не к богу израильскому, а к языческим божествам, ты погибнешь. А что же про конец земного пути самого Илья? Вот об этом вторая глава наша. И такая интересная параллель с Ахазией. Да, Ахазия вываливается из окна, несчастный случай, разбивается сильно, пытается как-то урегулировать свою жизнь, свое здоровье с языческими богами, но за это как раз и получает пророчество о том, что он умрет. А как с Ильей? Господь вознес Илью на небо в вихре, и было это так. Вот прям сразу дается ответ. И эта история вознесения Ильи уникальная история. Есть в Ветхом Завете еще такой персонаж Эноха, о котором говорится, что бог взял его. Не сказано, как. Но это может быть описанием смерти просто такое описание. Бог его взял, то есть он умер, его больше с нами нет. Но хотя обычно принято считать, что каким-то особым образом он исчез из этого мира. Про Моисея нечто похожее. Он умер, но его могилу никто не видел. То есть как будто его Господь взял с этой земли в телесном виде. Но тоже догадки. А вот про Илью прямо подробный рассказ. Господь вознес Илью на небо в вихре, и было это так. Илья с Елисеем, его учеником, следующим пророком, шли из Гилгала. Илья сказал Елисею, останьтесь здесь, а меня Господь посылает в Байтель. Известный город, где было тоже языческое святилище, там еще когда-то Яков останавливался во время своих странствий. Но Елисея ответил так, жив Господь, и душа твоя жива, не оставлю тебя. И они пришли в Байтель. То есть Елисею хочет вот до конца во всем быть рядом. Он еще ничего не знает, но, может быть, догадывается. А Байтель – это место, где была лестница с земли до неба в виде Якова. И, наверное, вот такая же репутация этого места и оставалась. Сыны пророческие, которые были в Байтеле, ну это такая корпорация пророков, да, вышли к Елисею и сказали ему, знаешь ли ты, что сегодня Господь заберет у тебя твоего господина? Тот ответил, знаю, молчите. Видимо, догадывается уже, что что-то произойдет торжественное особое. Илья сказал ему, останься тут, а меня Господь посылает в Иерихон. Да, вот такой обход земли, вот не сразу на небо, а туда, сюда. И это какое-то, что ли, испытание для Елисея? Не скажет ли он? Да ну, надоело мотаться. Давай здесь посижу, ты там сделай свои дела, потом увидимся. Он этого не говорит. Тот ответил, жив Господь и душа твоя жива, в жива не оставлю тебя. И они пошли в Иерихон. Сыны пророческие, которые были в Иерихоне, подошли к Елисею и сказали ему, знаешь ли ты, что сегодня Господь заберет у тебя твоего господина? Тот ответил, знаю, молчите. Илья сказал ему, останься тут, а меня Господь посылает к Иордану. Тот ответил, жив Господь и душа твоя жива, не оставлю тебя. И пошли они вдвоем. Пятьдесят человек из сынов пророческих тоже пошли и встали поодаль напротив них. Ну, такие ученики-подмастерия, которые сопровождают мастеров и смотрят, что там, как будет. А они вдвоем стояли на берегу Иордана. Илья взял свою накидку, свернул ее и ударил по воде. Вода раступилась на две стороны, они перешли по суху. Смотрите, вот как через море, чермное, при исходе из Египта, так здесь лично Илья переходит. То есть он уже как бы в таком состоянии, что он как Моисей. Причем это не чудо там на показ, не чудо для того, чтобы народ спасти. Это вот повседневность такая, да, он уже живет в мире, где природа просто подчиняется ему, нарушая естественные законы. И когда они шли, Илья сказал Елисею, прости, что тебе сделают, прежде чем меня заберут от тебя. Грубо говоря, завещание какое оставить. Елисея ответил, тот дух, который в тебе, пусть во мне его будет вдвое. Интересно. Ну, понятно, что просить можно многого. Я не говорю богатства, женщин, славы. Это как бы понятно, что второстепенно. Ну, там мудрости, благочестия, способности чудотворения. А Елисея отвечает, это вообще не конкретно. Вот в тебе есть какой-то дух. Причем в Илье было действительно этого духа много. Мы читаем истории про то, как он огонь с неба низводил. Елисея говорит, а мне пусть будет вдвое больше. И что же это для того, чтобы быть крутым? Но дух, который в Елисея, он в Илье, он не сильно ему помогает жить. Он, наоборот, его ставит все время под удар. Он заставляет его конфликтовать с правителями, с сильными людьми. Он заставляет его рисковать. Он заставляет его все время куда-то бежать, скрываться, ставить свою жизнь под удар. И получается, Елисей хочет того же вдвое? Тот ответил, ты просишь трудного, но если ты увидишь, как меня заберут от себя, то выйдет, по-твоему, а если нет, то не выйдет. То есть, если ты поднялся на тот же уровень, если тебя поднимут на тот же уровень, то ты же все увидишь сам. Вот отношения Елии с Богом, они уже в какой-то такой совершенно особой плоскости, где посторонним ничего не видно. И только если ты поднимешься на этот уровень, тогда ты сможешь это разглядеть. И когда они так шли и разговаривали, явилась огненная колесница с огненными конями, и были они разделены. Илья вознесся в вихре на небо, а Елисей смотрел и кричал, «Отец мой, отец мой, колесница Израиля и конница его, и больше Елисей его не видел». Вот смотрите, что это было. Даже фантазеры рассказывают, что космические пришельцы забрали на ракете своей Илью и увезли его в другую галактику. Конечно, это фантазия, но, впрочем, на эту тему всегда много фантазировали. Наши предки говорили, что когда гроза, это пророк Илья по небу на огненной колеснице ездит и, соответственно, гремит там. Но мы сегодня знаем, что это не так. Может быть, это вообще какое-то повествование о вещах мистических, вот не буквально лошади, сделанные из огня, такая сказочная немножко картинка, а произошло что-то такое, что человек того времени мог описать как огненную колесницу. Иезекиэль, кстати, в своей книге описывает явление Бога как некую особую повозку, где тоже очень много описаний огня, драгоценных камней. Ну, там понятно, что это мистическое переживание, а не буквально сооружение из разных материалов. Возможно, и здесь это такое, скорее, мистическое переживание, после которого Илья исчезает из этого мира, и мы не понимаем, как. Но остается Елисей. Дальше про Илью мы ничего не будем читать, а Елисей здесь с нами, и о нем очень много дальше. И больше Елисей его не видел. Тогда он схватил свою одежду, разорвал надвое. Он поднял накидку Ильи, которая упала с его плеч, отправился обратно, то есть он как бы снял повседневное свое и надел пророческое от Ильи. Отправился обратно и встал на берегу Иордана. Он взял накидку Ильи, которая упала с его плеч, ударил ей по воде и сказал, «Где Господь, Бог Ильи?» Он тоже ударил накидкой по воде, и вода раступилась на две стороны, и Елисей перешел в посоху. То есть, да, вдвое не вдвое, но той же мерой точно. Увидели его сыны пророческие, которые пришли из Ерехона, стояли напротив и сказали, «Дух Ильи опочил на Елисея». Вышли они навстречу, поклонились ему до земли и сказали, «Среди нас твоих рабов есть пятьдесят крепких мужей. Пусть они пойдут и поищут господина твоего. Может быть, дух Господень перенес его на одну из гор или в одну из долин?» «Ну, куда-то исчез пророк, вообще-то надо найти». Он ответил, «Не посылайте». Но они своей настойчивостью смущали его. Он сказал, «Пошлите». Они послали пятьдесят человек, и те искали Илью три дня, но не нашли. Они вернулись к Елисею, который оставался в Ерехоне. Он сказал им, «Ведь я говорил вам не ходить». Жители того города сказали Елисею, «Город наш расположен хорошо, как ты и сам видишь, наш господин, но вода здесь плоха, потому и земля бесплодна». Он сказал, «Принесите мне новую чашу и насыпьте в нее соли». Он вышел к источнику воды, высыпал в него соль со словами, «Вот что говорит Господь, я исцеляю эту воду, не будет от нее в предней смерти ни бесплодия». Соль, кстати, издавна считается такой целебной субстанцией, потому что, в конце концов, соленая, не тухнет. И стала вода здоровой, и остается такой по сей день по слову, которое сказал Елисей. «И пошел он оттуда в Байтель. Когда он шел, выбежали из города молодые ребята и стали насмехаться над ним. Прочь, пляшивый, прочь, пляшивый». Дальше опять эпизод, который я бы предпочел пропустить, но он есть в тексте. «Оглянулся, он посмотрел на них и проклял их именем Господа. Тогда вышли из леса две медведицы и растрезали из них 42 мальчика». Зачем? Ну вот, мы все время видим в этих историях, там пятидесятки, которые приходили арестовать Илью вот здесь, какие-то подростки оскорбляют пророка, но да, они ведут себя плохо, но не смерть уже их за это казнить. Вот тогда смерть. Вот в Ветхом Завете это все-таки очень серьезная вещь, оскорбление Божьего величия, оскорбление пророческого достоинства. Это что-то такое, чего нельзя стерпеть, что-то такое, что уничтожает человека. И вот конкретно в данном случае живая природа, дикий зверь становится носителем этой страшной силы. Оттуда он пошел на гору Кармель, а затем возвратился в Самарию. Ну и дальнейшее, главное, начиная с третьего, это будет история дальнейшая про пророка Елисея и, соответственно, цари, потому что пророки у нас уже неразрывно связаны с царской властью, хотя, положим, пророкам от этого, как правило, не очень хорошо и уютно. Продолжение следует...